Премудрость. Глава 14. Еще. Иной, собираясь плыть и переплывать свирепые волны, призывает на помощь дерево, слабейшее носящего его корабля. Ибо стремление к приобретениям выдумало он и, а художник искусно устроил. Но промысл твой отец управляет кораблем, ибо ты дал и путь в море, и безопасную стезю в волнах, показывая, что ты можешь от всего спасать, хотя бы кто отправлялся в море и без искусства. Ты хочешь, чтобы несчетны были дела твоей премудрости, поэтому люди вверяют в свою жизнь малейшему дереву и спасаются, проходя по волнам на ладе. Ибо и вначале, когда погубляемы были гордые исполины, надежда мира, управленная твоей рукой, прибегнув к кораблю, оставила миру семя рода. Благословенно дерево, через которое бывает правда. А это рукотворенное, проклято, и само, и сделавшее его, за то, что сделал. А это тленное названо Богом, ибо равно ненавистный Богу и нечестивец и нечестие его, и сделанное вместе со сделавшим будет наказано. Посему и на идолов языческих будет суд, так как они среди создания Божия сделались мерзостью, соблазном душ человеческих и сетью ногам неразумных. Ибо вымысл идолов – начало блуда, и изобретение их – растление жизни. Не было их в начале, и не вовеки они будут. Они вошли в мир по человеческому тщеславию, и потому близкий сужден им конец. «Отец, стерзающийся горькой скорби о рано умершем сыне, сделал изображение его, как уже мертвого человека, затем стал почитать его, как Бога, и передал подвластным тайны и жертвоприношения. Потом, утвердившийся временем этот нечестивый обычай, соблюдаем был, как закон. И по повелениям властителя изваяние почитаемое было, как божество, кого в лицо люди не могли почитать по отдаленности жительства, того отдаленное лицо они изображали, делали видимый образ почитаемого царя, дабы этим усердием польстить отсутствующему, как бы присутствующему. К усилению же почитания от незнающих поощрял очищение художника, ибо он, желая, может быть, угодить властителю, постарался искусством сделать подобие покрасивее, а народ, увлеченный красотой и отделкой незадлаго перед тем, почитаемого как человека, признал теперь божеством. И это было соблазном для людей, потому что они, покоряясь или несчастью, или тиранству, несообщимое имя прилагали к камням и деревам. Потом недовольно было для них заблуждаться в познании о Боге, но они, живя в великой борьбе невежества, такое великое зло называют миром, совершая или детоубийственные жертвы, или скрытые тайны, или заимствованные от чужих обычаев неистовое пиршество. Они не берегут ни жизни, ни чистых браков, но один другого или коварством убивает, или прелюбодейством обижает. Всеми же безразличие обладает кровь и убийство, хищение и коварство, растление, вероломство, мятеж, клятва преступления, расхищение имуществ, забвение благодарности, осквернение душ, превращение полов, бещение браков, прелюбодеяние и распутство, служение идолам, недостойным именования, есть начало и причина и конец всякого зла. Ибо они или веселясь неистовствуют, или прорицают ложь, или живут беззаконно, или скоро нарушают клятву, надеясь на бездушных идол, они не думают быть наказанными за то, что несправедливо клянутся, но за то и другое придет на них осуждение, и за то, что нечестиво мыслили о Боге, обращаясь к идолам, и за то, что ложно клялись, коварно презирая святое. Ибо не сила тех, которыми они клянутся, но суд над согрешающими следует всегда за преступлением неправедных.